Дайджест недвижимости Крупнейший игрок на ипотечном рынке сообщил, что в противном случае без поддержки окажутся более 10 тысяч его заемщиков, которые собрали документы в период действия предыдущей программы, но не смогли получить реструктуризацию, так как выделенные на нее средства закончились раньше срока. В новой программе предусмотрено, что помощь нужно оказывать заемщикам в случае снижения их дохода на треть или в случае увеличения платежа по кредиту на 30 и более процентов, сообщил собеседник издания. Напомню, госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. На нее выделили 4,5 миллиарда рублей. Средства закончились в марте этого года, хотя формально программа действовала до 31 мая. Дайджест недвижимости Ремонт в Кировских дворах по проекту формирования комфортной городской среды завершится к октябрю. На прошлой неделе закончился отбор заявок, 80 из них приняты к рассмотрению, сообщается на сайте администрации города. В рамках проекта отремонтируют 58 дворовых территорий. Типовые проекты благоустройства разработали на собраниях с собственниками жилья. Первый проект предусматривает ремонт проездов, установку освещения, скамеек и урн. Согласно второму проекту, собственникам предлагается оборудовать детские или спортивные площадки и провести озеленение территории. Напомню, в этом году на реализацию проекта выделено порядка 114 миллионов рублей. Основная часть – это федеральные средства. Дайджест недвижимости. Кировстад зафиксировал рост цен на строительные материалы. За минувший год с мая 2016 по май 2017 года в целом по области он составил 2%. По России за тот же период строиматериалы подорожали почти на 4%. По Приволжскому округу – на 3%. Тем не менее, по ряду позиций стоимость выросла значительно. Как отмечают бизнес-новости в Кирове, в нашем регионе цены на стекло оконное увеличились почти на 27%. На 5,5% подорожали плиты ДСП. Масляные краски и эмали прибавили в цене 4,6%. Цемент, металлочерепица и обрезные пиломатериалы подорожали менее значительно. Рост составил от 2 до 3,5%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Дайджест недвижимости.